Антон Чехов. Сапоги. Фортепьяный настройщик Буркин, бритый человек с желтым лицом, табачным носом и сватой в ушах, вышел из своего номера в коридор и дребезжащим голосом прокричал. «Темян! Коридорный!» И, глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка или что-то он только что у себя в номере увидел привидение. «Помилуй, Семен!» – закричал он, увидев бегущего к нему коридорного. «Что же это такое? Я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня выходить босиком. Отчего ты до сих пор не дашь мне мои сапоги? Где они?» Семен вошел в номер Муркина, поглядел на то место, где он имел обыкновение ставить вычищенные сапоги и почесал затылок. Сапог не было. «Где же им быть проклятым?» – проговорил Семен. «Вечером, кажись, чистил и тут поставил. М-м-м, вчерась, признаться, выпимши был. Должно полагать, в другой номер поставил». «Именно так и есть, Афанасий Егорыч, другой номер. Сапог-то много, а черт их в пьяном виде разберет, ежели себя не помнишь. Должно быть, к барыне поставил, что рядом живет, как трисе». «Изволь, я теперь из-за тебя идти к барыне беспокоить. Изволь, вот из-за пустяка будить честную женщину». Сдыхая и кашляя, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал. «Кто там?» – послышался через минуту женский голос. «Это яс!» – начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой. «Извините за беспокойство, сударыня, но я человек болезненный, арифматический. Мне, сударыня, доктора велели ноги в тепле держать. Тем более, что мне сейчас нужно идти настраивать рояль генеральше Шевелицыной. Не могу же я к ней босиком идти». «Да что вам нужно? Какой рояль?» «Не рояль, сударыня, я в отношении сапог. Не вижу, Семен почистил мои сапоги и по ошибке поставил ваш номер». «Будьте, сударыня, столь любезны, дайте мне мои сапоги». Послышалось шуршание, прыжок с кровати и шлепанье туфель, после чего дверь слегка отворилась, и пухлая женская ручка бросила к ногам Муркина пару сапог. Настройщик поблагодарил и отправился к себе в номер. «Странно», — пробормотал он, надевая сапог. «Словно как будто это не правый сапог. Да тут два левых сапога, оба левые. Послушай, Семен, да это не мои сапоги. Мои сапоги с красными ушками и без латок, а это какие-то порванные, без ушек». Семен поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился. «Эт сапоги Павла Александровича», — проворчал он, глядя искося. Он был кос на левый глаз. «Какого Павла Александровича?» «Актера. Каждый вторник сюда ходит. Стало быть, это он вместо ваших надел. Я к ней в номер поставил, значит, оба пары, его и ваших. О, комиссия! Так поди и перемени!» «Здравствуйте, ухмельнуся Семен, поди и перемени! А где же мне взять его теперь? Уж час времени как ушел. Поди и ищи ветра в поле. А где же он живет? А кто же его знает? Приходит сюда каждый вторник, а где живет, нам неизвестно. Вперед, переночует и жди до другого вторника. Вот видишь, свинья, что ты наделал. Ну что мне теперь делать? Мне к генеральше шевелиться, но и пора. Анафема ты этакая! У меня ноги озябли. Переменить сапоги недолго. Да, наденьте эти сапоги, походите в них до вечера, а вечером в театр. Актера Блистадова там спросите. Ежели в театр не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникам сюда и ходят. «Но почему ж тут два левых сапога?» Спросил настройщик, брезгливо берясь за сапоги. «Губернатор или какой начальник забрал бы всех этих актеров и во строк!» Бесконечно кряхтя и морщаясь, Муркин натянул на свои ноги два левых сапога и, прихрамывая, отправился к генеральше шевелиться. Целый день он ходил по городу, настраивал фортепиано, и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги сладкими и покривившимися ковбуками. Кроме нравственных мук, ему пришлось еще испытать и физические. Он натер себе мозоль. Вечером он был в театре. Давали синюю бороду. Только перед последним действием, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя в мужскую уборную, он застал в ней весь мужской персонал. Одни переодевались, другие мазались, третьи курили. Синяя борода стоял с королем Бабешем и показывал ему револьвер. «Купи!» — говорил синяя борода. «Сам купил в Курске по случаю за восемь, ну а тебе отдам за шесть. Замечательный бой!» «Поосторожней! Заряжен ведь!» «Могу ли я видеть господина Блистанова?» — спросил вошедший настройщик. «Я самый!» — повернулся к нему синяя борода. «Что вам угодно?» «Извините, сударь, за беспокойство!» — начал настройщик умоляющим голосом. «Но, верьте, я человек болезненный, романтический. Мне доктора приказали ноги в тепле держать». «Да вам, собственно говоря, что угодно!» «Видите листь», — продолжал настройщик, обращаясь к синей бороде. «Тогос эту ночь вы изволили быть в мебелированных комнатах купца Бухтеева в шестьдесят четвертом номере?» «Ну, что врать-то?» — усмехнулся король Бабеш. «В шестьдесят четвертом номере моя жена живет!» «Жена-с!» «Очень приятно-с!» Муркин улыбнулся. «Они-то, ваша супруга, собственно, мне и выдали ихни сапоги. Когда они, — настройщик указал на Блистанова, — от них ушлись, я охватился своих сапог. «Кричу, знаете ли, коридорного, а коридорный и говорит, — да я, сударь, ваши сапоги в соседний номер поставил!» «Он по ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил в шестьдесят четвертый номер мои сапоги и ваши сапоги, — повернулся Муркин к Блистанову. «А вы, уходя, вот от ихней супруги надели маис!» «Да вы что же это, — проговорил Блистанов и нахмурился, — сплетничать сюда пришли, что ли?» «Нисколько-с! Храни меня, бокс! Вы меня не понялись! Я ведь насчет чего? Насчет сапог! Вы ведь из вами ли ночевать в номере шестьдесят четыре?» «Ак да!» «В эту ночь-с!» «А вы меня там видели?» «Нет-с, не видел-с!» — ответил Муркин в сильном смущении, садясь и быстро снимая сапоги. «Я не видел-с! Но мне ваши сапоги вот ихняя супруга выбросила. Это вместо моих-с!» «Да какое же вы имеете право, милостивый государь, утверждать подобные вещи!» «Не говорю уж о себе, но вы оскорбляете женщину? Да еще в присутствии ее мужа!» «А ты веришь?» Кричал ему синяя борода. «Ты веришь этому негодяю? О, хочешь, я убью его, как собаку?» «Хочешь?» «Я из него бештек сделаю! Я его размажу!» «И все, гулявшие в этот вечер в городском саду окололетнего театра, рассказывают теперь, что они видели, как перед четвертым актом от театра по главной аллее промчался босой человек с желтым лицом и глазами полными ужаса. За ним гнался человек в костюме с синей бороды и с револьвером в руке. Что случилось далее, никто не видел. Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, две недели лежал больной, и к словам «я человек болезный и ревматический» стал прибавлять еще «я человек раненый». Субтитры создавал DimaTorzok